Если Екатерина будет делать паузу, я буду задавать ей вопросы, если это нужно и требуется. Конечно. Это же диалог должен быть все-таки, да, а не выступает, и Екатерина... Ну, нет, блин, диалог, я же такой человек из народа, ничего не знаю, задаю какие-то вопросы. Вот и задавайте, что как житель города, вот хотел бы вот так вот, как вы считаете. А ну... А, нет, мы не будем помахать руками, я уже давно забил, это Екатерина Пускмашенко, а я не буду. Здравствуйте, приветствую вас на канале Европанклайф, и сегодня у нас в гостях Екатерина Кутьева, одна из создателей парка Зарядье. Она эксплуатировала этот парк в течение двух лет, и мы хотели с ней поговорить в связи с этим по поводу строительства в Петербурге парка Тучков-Буян. Наверное, многие уже о нем слышали, входит очень много разных интересных разговоров, споров по поводу строительства этого объекта, сейчас происходит конкурс, из восьми претендентов будет отобран один. Но пока еще для широкой публики очень мало информации, мы толком не можем понять, что же будет на самом деле построено, что это будет за парк, какую рекреационную нагрузку он будет нести, будет ли он для петербуржцев или для гостей нашего города, что за здание театра там строится, которое, говорят, будет новой городской доминантой. В общем, вопросов очень много, и поскольку у Катерины есть и опыт, и определенные знания, я знаю, что она сейчас работает на диссертации, посвященной рекреационной нагрузке на парковые объекты. Мы хотели бы с ней пообщаться, услышать ее мнение. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Андрей. Мое мнение, оно все-таки может быть сформировано всего лишь на основе технического задания, да, потому что никакой открытой информации о новом парке Тучков-Буян больше нет. Есть только техническое задание на концепцию парка, оно находится в открытом доступе, каждый желающий может его посмотреть. Это где-то 200-страничный документ, и прежде чем прийти к вам, я его постаралась внимательно изучить, и у меня, конечно, есть уже какие-то определенные вопросы к этому техническому заданию. На мой взгляд, там достаточно много лирики, при том, что местные жители принимали участие, да, проходил опрос некий местных жителей, что они хотели бы видеть на этом месте. Запрос от жителей – это парк районного значения. Подразумевается техническим заданием, что там будет очень интенсивная рекреационная нагрузка, то есть, если внимательно изучить документ непосредственно парковой территории, там, 9,9 ГАА, вместе с прилегающими рекреационными центрами, улицами, там, 16, да, с чем-то? 16-6 гектар, и подразумевается, что годовой поток посетителей должен быть где-то 8 миллионов человек. При этом по техническому заданию есть запрос о том, что там нужно сформировать устойчивую экологическую систему, экосистему. Запрос на зелень от жителей, да, запрос на то, что никаких общегородских сервисов на этой территории быть не должно, но при этом там уже строится дворец танца, который сам по себе будет общегородским сервисом. Екатерина, ну вот как вы считаете, в принципе, какой должен быть парк? Вот это же очень большая новая такая структура в городе, то есть он больше всего того, что у нас уже, в принципе, есть. Парк 300-летия у нас, ну, не стал каким-то крупным таким туристическим центром, поскольку он находится на Атшибе, и его эксплуатируют в основном городские жители. Тут же все-таки Тучков-Буян, он будет встроен именно в центр города, он должен быть его продолжением, и вполне возможно, что все люди, которые ходят и в Эрмитаж, и в Русский музей, и достаточно активно посещают какие-то инфраструктуру, зоопарк, тот же самый, я не знаю, на Петроградской стороне, они придут и в этот парк. Так случилось, Заря Адибидь? Так случилось, да. Знаете, я считаю, что новый объект городского озеленения, он все-таки должен быть не просто прозелень, это должно быть полноценное рекреационное пространство, которое в себя вберет все городские современные сервисы. Потому что, например, история о том, что местные жители не хотели бы там видеть остановку для туристических автобусов, да, так как они видят там парк районного значения, она не совсем жизнеспособна. Если там будет новый общегородской объект, дворец танцев, то там в любом случае будет остановка туристических автобусов. А если там появится остановка туристических автобусов, то эти туристы, они будут пользоваться инфраструктурой этого парка. Хотят местные жители этого или не хотят, да? Объекты питания, точки питания, хоть они и не подразумевают каких-то там глобальных ресторанов, а временный фудкорт и еще что-то. Опять же, это такая же инфраструктура, это тоже будет точкой притяжения для горожан, для туристов. И говорить о том, что парк районного значения и не надо нам сюда, в нашу инфраструктуру, включать какие-то супер-пупер-объекты, она немножко не жизнеспособна. Потому что если не предложить всем этим 8 миллионам посетителей на этих 10 гектарах сценарий пребывания, то в скором времени от этих полян, на которых будут лежать, сидеть и есть то, что принесли с собой, просто может ничего не остаться. Все-таки, если посмотреть те планы, которые выложены, большая часть территории, она будет на искусственном основании. Это урбоэкосистема, которая не будет столь устойчива, да, как естественная среда. Говорят о том, что там был для этого какой-то институт, да, химический? Там что только не происходило на самом деле, но все кончилось тем, что начали строить этот судебный квартал, и было возведено какое-то огромное цементное основание, и практически вся площадка парка, она как бы представляет собой именно цементное основание под судебный квартал. И я так понял, что в тех заданиях имеется ремарка, что нужно использовать уже существующее, да, потому что, во-первых, наверное, это недешево все это разбирать. Я думаю, что да, потому что в Заряде тоже сохранили вот этот стилобат, который еще с 50-го года, на котором планировали строить одну из сталинских высоток, все Зарядье, оно практически находится на этом стилобате 50-х годов прошлого века. Так что, наверное, тут сносить это невыгодно, и его будут, конечно, использовать. То есть на данный момент там уже есть парковка на 540 машин и мест, да, то есть если учесть, что вокруг историческая среда, застройка, и горожанам даже приехали. В общем, откуда-то с области или какой-то региональный местный туризм, им тоже всем надо где-то парковаться, да, и это уже является точкой рекреационного притяжения само по себе, потому что это инфраструктура, да, и некий комфорт, что ты оставил свою машину на подземной парковке. История про то, что устойчивая экосистема, но при этом обязательно предусмотреть полноценное освещение в вечернее и ночное время. Все знают о том, что на особо охраняемых природных территориях нет освещения ни в вечернее, ни в ночное время, потому что это мешает внездиться птицам. Соответственно, ну насколько устойчива это будет такая система, если там уже предусмотрена инфраструктура, да, опять же каток общегородской, который предусматривает это техническое задание, то есть это сооружение, да, на искусственном основании, с искусственным льдом, которое будет поддерживаться, скорее всего, с декабря по март, там, в какое-то время, да, общегородской, естественно, тоже центр. Много у вас катков такого значения? Такого значения, я думаю, что немного, потому что у нас, как правило, в последнее время заливали, ну, скажем так, не очень подходящие площадки. То есть, опять же, это станет центром общегородского притяжения, да, и все-таки техническое задание, оно на то и техническое, что оно должно предусматривать инженерные решения, в первую очередь, да, а лирика, она, конечно, хороша, но она не несет никакой смысловой нагрузки, к сожалению. То есть, например, история про зимнее использование никак подробно не расписана, будут ли это подогреваемые дорожки, чтобы не было необходимости пользоваться реагентом в зимнее время, да, опять же, для растений, что уредно, что там будет, площадь объектов озелененных, которые в зимнее время можно будет использовать. Мы с вами находимся в ботаническом саду, и научный сотрудник нам рассказывал, что, вот, например, сегодня 3,5 тысячи человек посетило, да, выставку, и, соответственно, зима, ну, уже не зима, уже весна, но при этом люди все равно стремятся к какой-то компенсации зимней скудности, им хочется увидеть зелень, и, соответственно, это является общегородской точкой притяжения, да, если будет оранжерея в новом парке, то тоже не будет парк военного значения. Ну, я вообще даже не знаю, можно ли будет назвать это парком, поскольку там, ну, достаточно все сложно, мне кажется, и само расположение, ну, что там можно посадить? Все-таки это будет, ну, не столько парк, сколько сад. Да, конечно, это городской сад, скорее всего, да, правильно, правильнее назвать это городским садом, потому что площадь озеленения 10 гектар, площадь недостаточная для действительно полноценной жизнеспособной экосистемы, которая сама себя будет поддерживать, да. Все мы знаем о том, что чем больше фрагментируются участки озелененные на ОПТ, тем меньше их жизнеспособность, тем меньше там остается разнообразие видов, и, соответственно, 10 гектар довольно ограниченный участок, и нужно очень хорошо постараться, чтобы сделать там устойчивое озеленение, даже городское. Все-таки надо было, наверное, привлечь людей, которые занимаются последующей эксплуатацией городских парков, да, к этой истории с концепцией о том, что их часть как-то должна была учтена быть. Екатерина, насколько я понимаю, существуют две стороны этого дискурса. Одни считают, что парк должен быть парком аттракционов, а другие считают, что это должен быть парком зелени и деревьев. И это две такие противореческие концепции, которые, вероятно, совместить невозможно. Как вы считаете, в принципе, что лучше делать? Вот в вашем случае в Заряде как раз пытались это все совместить, и не слишком-то успешно. Поэтому, вероятно, в этом случае стоит помнить этот опыт, чтобы не наступить на эти грабли в Петербурге. Знаете, я считаю, что все-таки в Заряде нельзя назвать парком аттракционов. Это такое рекреационное полноценное пространство многоуровневое. Получается, что ты как бы снаружи видишь только крышу, а на самом деле это три уровня с сервисами, такими как ресторан, питание, развлечение, занятия, даже некая просветительская деятельность, большой концертный зал. Собственно говоря, весь этот функционал, он в той или иной степени все равно горожанами видится для вашего нового парка. Может быть, там и не будет каких-то больших мультимедиа-сервисов, но, с другой стороны, нужно не забывать о том, что в дальнейшем этот объект придется эксплуатировать. И хотя бы часть средств на эксплуатацию объект должен сам для себя зарабатывать. Это как бы подразумевается априори, да? Ну, безусловно, но у нас уже есть такое место, как Новая Голландия, и оно, наверное, уже исполняет такую функцию. Да, конечно. Да, да. Мне кажется, что нет смысла копировать эту функцию. Мне кажется, что в данном случае делать больше упор на озеленение было бы логичнее. Если это вообще в принципе возможно. Возможно ли в этом месте действительно делать большой зеленый объект, сажать крупномеры? Говорят о том, что хотят посадить уже не молодые саженцы, а достаточно взрослые деревья. Знаете, я считаю, что в той части, где естественные основания, естественные грунты, там, конечно, возможно сделать некие зоны с крупными большими деревьями хорошими, площадки тихого отдыха для горожан. И такую какую-то историю предусмотреть, чтобы этим парком действительно могли пользоваться как объектом 15-минутной пешеходной доступности. В части стилобата, в части кровельного озеленения, все-таки этот объект, он будет неким транзитом, потому что даже ландшафтный архитектор Петербурга, довоенный Баранов, да? Да. Он тоже предусматривал, что этот участок, он станет частью транзитного зеленого маршрута некого. И если посмотреть на его проект, то это все-таки именно центральный общегородской парк. Часть парка возможно зонировать как территорию для местных жителей, но большая часть объекта – это все-таки парадный городской парк, должен быть с классическими приемами озеленения, паркостроения, то есть с деревьями, которые будут вовремя проходить стрижку и обрезку, подкормку и содержаться в том виде, в котором положено содержаться деревья в городских парках, да? История с тем, что газоны не будут косить, но тоже странная история, да? Да, сделаем открытые места, сделаем поляны, на которых люди будут лежать, но мы не будем их косить. Как вы будете решать вопрос с клещами в таком случае, да, которым будет прекрасно в этом разнотраве себя чувствовать? И как будут там лежать ваши посетители? То есть двоякая история, и надо все предусматривать, и, конечно, привлекать людей, которые впоследствии будут эксплуатировать этот парк, к решению таких вопросов. Потому что тот же разнотравный газон, он не подразумевает того, что в нем можно лежать или сидеть. В таком маленьком парке, при такой рекреационной нагрузке, это объект показа. Это ни в коем случае не объект, которым можно утилитарно пользоваться, да, в который можно водить собак, в котором можно лежать, там ходить на пикник. Это объект показа, который ты будешь выкашивать раз в год, подсевать туда красиво цветущие однолетние и многолетние луговые растения и показывать о том, что вот наши 30 соток луга, которые мы бережем, холим и лелеем, потому что у нас туда пролетели пчелы и бабочки, которых практически нет в центре, а за ними подтянулись и птички. Смотрите, как у нас все хорошо. Если этот объект сделать, ну, утилитарным для местных жителей, то это вообще нужно использовать классические тогда приемы, то есть стриженный газон, который стрижется раз в 10 дней, да, какие-то ширину дорожек, соответствующую рекреационной нагрузке местных жителей, и это никак не 8 миллионов человек в год. То есть техническое задание, в котором одно противоречит другому, оно очень лояльное, наверное, к горожанам, да, там учтены все их пожелания, но в нем очень мало технических моментов и инженерных решений, которые должны были бы учесть проектировщики при строительстве такого общегородского объекта. Ну, вообще, со специалистами заряди кто-то консультировался? Возможно, одна из команд, которые принимают участие в конкурсе. Я не в курсе. То есть к вам никто не приходил за консультацией? О том, как у вас тут все живет после открытия, нет, никто не спрашивал. Что мы получим в итоге? Увидим в мае. Сказать сложно, да. Ну, дождемся мая. 26-27 мая будет окончательно все определено, и, возможно, информации будет больше. И мы, наконец-таки, раскроем тайну Тучкова-Буяна. Андрей, подождите, а вы как питерец, что бы хотели там видеть? Или петербуржец, как правильно сказать? Что бы я хотел там видеть? Да, что бы вы хотели видеть? Я, честно скажу, мне кажется, что там стоит сделать что-то более футуристическое, мне кажется. Потому что от имперского Петербурга я, как петербуржец, немножечко устал. Поэтому хотелось бы, чтобы в наш город шагнуло чуть больше прогресса. Пока что к нам пришел стадион и газоскреб, который, в принципе, ничего, кроме раздражения, как правило, у петербуржцев не вызывает. Ну, возможно, потому что нет смысла туда приходить, на это смотреть, в этом участвовать. То есть, ну, это не является жизнью петербуржцев. А если бы были такие объекты, куда бы мы могли прийти, как в ту же самую Новую Голландию, то это не вызывало бы такого раздражения. Наверное, да. Вы знаете, я тоже, как частый гость вашего города, пользующийся его инфраструктурой, и приезжаю сюда с детьми, я бы тоже, наверное, хотела видеть какое-то современное пространство, чтобы мне там было комфортно прийти туда просто летом с детьми. Потому что все-таки имперский стиль, он накладывает отпечаток и на функционал этого объекта, и ты не можешь там себя расслабленно и спокойно вести, да? Ты пришел с детьми в летний сад, но дети – это летний сад. За руку не бегать, не ходить. Хотелось менее какого-то музейного варианта. Конечно, да. Если мы делаем все-таки парк для петербуржцев, то, наверное, петербуржцам хватает того, что у нас уже есть. И строить новый Эрмитаж, новый Александровский или Михайловский сад. Согласна. Не вижу никакого смысла. Еще один ботанический сад, возможно, нам бы не помешал. Но, к сожалению, тот, который у нас есть, поддерживается далеко не в лучшем состоянии. Поэтому если эти средства будут выделены на уже существующие... А вот это к вопросу о том, что каждая измененная территория все-таки должна себя частично хотя бы содержать, что-то зарабатывать. Да, да, да. Поэтому это тоже должно быть учтено, наверное, в концепции парка. Должно быть, безусловно. О том, как парк будет зарабатывать средства. Чтобы себя эксплуатировать. Спасибо большое, Екатерина, за увлекательную беседу. Надеюсь, что мы еще раз увидим и поговорим на какие-то другие темы. Потому что у вас очень много интересного опыта и знаний. Возможно, у петербургских специалистов и нет его. Так что я очень рассчитываю, что это не последний наш с вами разговор. Ну, будете у нас в Москве приезжать. Да, обязательно приедем. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что сегодняшний разговор был вам интересен. Хотели бы узнать и ваше мнение на эту тему, в том числе и петербуржцев, и гостей нашего города. Что вы думаете по поводу парка Буян? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok